здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана плавно мы переходим в мае месяц на дворе у нас второе число и сегодня я вам покажу что мы сделали к этому времени и как мы готовимся к новому сезону ямки под новые посадки мы готовили примерно 3-4 недельки назад как только земля отмерзла как только стало возможным ее копать я вам показывал этот момент все ямки заполнены заправлены различными вкусняшками для винограда всего у нас получилось порядка 100 штучек новеньких под новые сорта но на этом подготовка ям не закончилась в этом сезоне я несколько раз проговаривал что мы те сорта которые будем садить для себя черенки мы проращивать в стаканчиках не будем их сразу посадим в открытый грунт и поэтому после того как ямки были заправлены над ними установлены дужки и поверх дужек ямки накрыты пленкой даже уже видно пошел конденсат до момента посадки черенков сейчас они у нас стоят в кельчеваторе еще недельки две соответственно земелька очень хорошо прогреется и наши череночки сразу сядут в хорошее подготовленное место поскольку место здесь позволяет мы также высадили небольшой садик игрушки яблоньки сливки черешенки запахиваем грядки под огород и школку не школку несколько расширяем по грядкам произошла небольшая перепланировка поэтому приходится запахивать и дернину ну а теперь у нас есть чудный помощник с которым это делать в разы легче более подробно об этой технике я вам расскажу в отдельном видео а и и и и и и и и и Теперь по вспаханному для огородика оформляем грядки, прокладываем дорожки. После культиватора земля мягкая, пушистая. Насыпаем небольшие грядки для молодых саженцев. В этом сезоне мы немножечко решили сделать по-другому. Раскладываем ленты капельного полива на грядки и накрываем пленками сверху. Под пленками земля будет хорошо прогреваться, ленты капельного полива обеспечат нужную влагу и, конечно же, не будут расти сорняки. В огородики высаживаем лучок и прочую зеленушку, томатики, огурчики будем высаживать несколько позже. Как и говорила, с открытием не спешим открывать виноградник будем на 9 мая. Еще эту неделю прогнозируют ночи с заморозками, поэтому лучше чуть-чуть подождать. Хотя, конечно, природа пробуждается прямо на глазах. Буквально за один-два тепленьких денька трава так маханула, что уже пора было бы ее косить. Но, наверное, эти выходные немножко не успеем. Перед домом раскрывается красота. Это я посадила еще осенью, получила луковички в подарок. И вот сейчас они меня радуют своим бурным и дружным цветением. Также начинают распускаться тюльпанчики. Ну, вот это первые ранние. И много чего еще в бутончиках. Конечно, впереди еще много работ. И школку надо высадить. И грядочки пока еще не все засажены. И, конечно, основные посадки это молодой виноградник. Плюс открытие прошлогодних кустов и плодоносящих на втором участке. Работы впереди еще много. Сезон только начинается. Но мы надеемся на то, что погода будет хорошая. Наши растения будут хорошо расти. А у нас будут силы, чтобы за ними ухаживать. В течение сезона я вам буду напоминать о всех текущих работах на винограднике. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!